В Твери на очередном заседании регионального правительства подвели итоги аграрного сезона за нынешний год, а также обозначили задачи по развитию сферы АПК на 2024. В нынешнем году ожидается рост объемов производства продукции на сумму свыше 63 миллиардов рублей, тогда как в 2022-м данная сумма составляла около 55 миллиардов. Работа по развитию этой отрасли будет продолжаться. Подробности у нашего корреспондента. Наши предприятия в этом году показали высокую урожайность зерновых и зернобобовых культур, 26,6 центнера с гектара, а также картофеля, отметил на заседании губернатор Игорь Рудене. Воловой сбор картофеля уже составил 320 тысяч тонн, а к концу года планируется довести показатель до 336 тысяч тонн. Это на 71 тысячу тонн больше, чем в 2022-м. Представлены ключевые показатели в животноводстве. По прогнозам Минсела региона, общий поголовье скота и птицы в этом году превысит 764 тысячи единиц. Увеличивается объемы выпуска молока. Такой рост обусловлен в том числе тем, что многие предприятия смогли расшириться благодаря поддержке государства. Нам было бы сложнее построить новую ферму. Естественно, нам поставило плечо. Правительство Тверской области, Министерство сельского хозяйства провели большую работу в поддержку. Мы получили в полном объеме все субсидии, причитающие и в оптимальные сроки. Общая посевная площадь в Тверской области увеличена до 441 тысячи гектаров. Это почти на 3,5 тысячи гектаров больше, чем в 2022-м. На поддержку регионального АПК заложено свыше 2 миллиардов рублей. Введены новые и расширены действующие меры поддержки в животноводстве и растеневодстве. В том числе аграриям предоставляют компенсирующие и стимулирующие субсидии. Весь наш кредитный портфель клиентам агропромышленного комплекса, он у нас выдан по ставке не более 5%. А клиентам с высоким качеством еще и по меньшим ставкам. Также хотелось бы отметить наших клиентов именно агропромышленного комплекса, потому что на сегодня нет ни одного проблемного кредита. Все кредиты возвращаются вовремя, в полном объеме. Игорь Руденни подчеркнул, важно обеспечить своевременное доведение средств до сельхозпредприятий области. В целом в Тверской области по ряду направлений превышены среднероссийские показатели. По итогам первого полугодия 2023 года на 29,3% вырос индекс физического объема инвестиций в основной капитал. На 21,6% увеличился индекс производства продукции сельского хозяйства. По этой позиции Верхневоложье занимает первое место в Центральном федеральном округе. Значительно растем по отношению к сельскому хозяйству. И сейчас очень важно закрепиться в положительных тенденциях. Ну и, конечно, следующим этапом будет увеличение переработки сельхозпродукции, поддержка перерабатывающих отраслей, поддержка предприятий, которые покупают сырье у наших товаропроизводителей. И уже дальше его доводят до прилавка, чтобы мы могли все вместе увидеть и приобрести нашу хорошую, качественную турскую продукцию. Кроме того, уже в этом году при проведении осенних полевых работ были оперативно приняты необходимые решения о дополнительной поддержке аграрии в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы. Благодаря этому ситуацию удалось стабилизировать. Кроме того, рассмотрены вопросы обеспечения сельхозпредприятий кадрами. Сейчас в АПК востребованы трактористы, механики, агрономы, ветеринары и другие специалисты. Игорь Рудене отметил, кадровые задачи в Тверской области на протяжении многих лет решаются за счет развития профессиональных учреждений.